друзья всем салют с вами колян вы на канале моисей сегодня я выдвинулся дорогу в путь еду в пиозерский на трехосной красной ворве с палаткой время 38 минут 7 нужно было выехать лишь пораньше ну как получилось то есть как собрался соответственно сейчас у меня задача предстоит какая добраться до пиозерского загрузиться доской и ехать мурманск и потом после этого будет еще один классный видос с лесовозом зеленым халкам поэтому обязательно подписывайтесь на канал ставьте авансом палец верх ну и погнали на улице уже расцветает машина у меня наконец-таки прогревается потому что прохладно между прочим на улице минус 7 вот с палаткой поменял колесо справа как вот питера приехал шпильки поменял ну на правой передней оси короче на передней оси справа колесо и колодки но там поэтому прицепу еще очень много работы поэтому там скорее всего нужно будет все суппорта перебирать перебирать направляющие все эти механизмы и и и колодки тоже ставите и тогда будет все хорошо и тормоза будут хорошие все остальное по абс абс пока что вроде мозги не парит соленоид кстати тоже заказал на прицеп стоит он 29000 соленоид вот поэтому как придет будет буду менять и будет подниматься не только передняя ось но еще и задняя как и должна принципе по штату так друзья время уже пол одиннадцатого нахожусь в лохах сейчас поел попил чаю выдвигаюсь дальше вроде бы все нормально останавливался на пиринги что-то начала греться одна ось 1 ступица задняя правая по какой причине точно еще не знаю но вроде бы перестала греться то всю дорогу ехал смотрел вот абс какого-то хрена загорелась не знаю что с ним связано то есть на посмотреть датчики скорее всего может провода там мозги парит на соединениях обычно же любят делать скрутки поэтому сейчас данный момент двигаюсь дальше по плану доехать до пиазера и начать загружаться все добрался пила рама сейчас буду становиться на погрузку и 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 все загрузился получается полностью забрал уже комплект документов выдвигаюсь время уже пол четвертого принципе мне бы сейчас доехать до кестеньки и там надо еще дождаться будет валентиныча сегодня забираю домой поэтому как-то так пошел снег я думаю что будет в принципе нормально потому что как бы не сильно ты и навалит его тоже он сырой еще ну чё время почти четыре часа забежал магазин пацанам купил поесть выдвигаясь идет снег надеюсь что будет все нормально нигде не застрянула и принципе меня часам к пяти к шести ждут уже пацаны кистинге хорошо хорошо еду и 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 все забрался газуйте или там давайте я сейчас остановлю себе помогу снять так так и поедете с цепями все понял хорошо все забрались в порог едем дальше блин нам был комбез снять жарко будет ехать конечно ну ладно друзья всем салют добрался получается вчера до пиринги приехал где-то в 11 часов со мной был валентин забирал его с кистинги высадила вот приехал приехала мать моя забрала на мерседесе на моем переночевал сейчас буду выдвигаться самочувствую что херовое заболел видимо хорошенечко так вот но одно радует что погода наладилась нету не метели и снега все будет четко потому что вчера была метель ветер и я не поехал специально сначала думал доехали мучегорска там переночевать потом да нахер надо там будет ветрища наверно лучше здесь просто вот и не прогадал все выдвигаюсь дальше время пол восьмого погнал какого-то хрена на улице опять минус я уже думал все на севере начинают наступать весна но хрен то там вчера такая сырая погода была сырой снег то дождь то еще какая-нибудь херня и вот все замерзла теперь глядик но она радует что солнце встает значит будет хорошая сегодня погода без метели без всякой хрени на улице минус 10 время 8 часов подъезжаю манчегорску на улице манчегорску Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 или чё не знаю посмотрю как что буду делать потому что проезд я основной это перегородил на легковых то можно проехать а так пускай думают решают из них так скользко что нельзя тут подъем песком что ли отсыпать на записывать в общем чё не забрался я подъем получается и вот меня по следам видно как стащила то есть хотел сдать назад такой гололед даже нехер пробовать сдавать назад просто утащила и по херу вообще как и что сейчас я надо будет взять перчатки и пробовать отсыпать все потом уже короче меня немного жопу под стащили надеюсь сейчас вырулить и попробовать ходом заехать получится но не факт может получиться так как я задумал конечно а и Продолжение следует... Все, выбрался. Да, конечно, очень хреново, когда бывают такие моменты, когда ты в подъем не забрался, начинаешь спускаться, и просто машину тащат на тормозах назад, и ты ничего с ней не можешь поделать абсолютно. И просто в этот момент молишься, чтобы просто машину не расхреначить ни об что, и чтобы было все хорошо. Потому что других просто способов нету. Либо изначально, но там дело в том, что я сразу изначально не предусмотрел, что может быть лед из-за того, что снег, а под снегом лед, то есть не видно было особо его. Ну и мой косяк тот, что не набрал разгон в эту горку. То есть можно было бы залететь, как сейчас вот залетел, и было бы все нормально. Не было бы никаких проблем. Я, в принципе, проворонил этот момент, и без блокировки, без ничего. А от блокировки сейчас залетел, все как бы красиво, все хорошо, все замечательно. Ну что, друзья, выдвинулся я с Мурманска, уже где-то километров, сколько, километров 20 примерно проехал. Вот, время 15 минут третьего, заправился, там автономка, полный бак, взял цветок, то, что Полинки обещал, надо было забрать до выходных, и сейчас, в принципе, выдвинулся в обратном направлении, в сторону Йоны. Вот, в общем, сейчас по планам мне, в принципе, доехать до Йоны, поставить машину, перекинуть вещи, и, по сути, я уже буду... Я уже буду, буду, буду в этом... Ой, скажите, я скажу... Ну, короче, пересаживаться на другую машину, на лесовоз, все вещи перекладывать, и буду выдвигаться сегодня же в дорогу. Кажется, я сказал, здесь останавливаемся. Ух ты ж, ё-по-маковку, а! Смотри-ка ты, какая дорога! Гауну, блин! А, было, наверное, не заезжать, ну, ладно, уже заехал. Ха-ха! Смотри-ка ты, даже не зарапировался, студент херов, а! Ой, ладно. А, Андрюша, нужно швабру ждать. Не знаю, куда вам, правда, ее пихать будет, но... Его трудности пускай пихать куда хочет. Пошел-пошел делать вид, что, типа, каждый раз при остановке он все обсматривает тщательно, типа, хе-хе-хе, ну, балабол. Че, Андрюша, видишь, как все четко рассчитано, да, у Николая? Хе-хе-хе. 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 Такой же кривой, как и твой. Ха-хе-хе. Ха-ха-хе. Че, ну, я не знаю, нормально будет или нет, если что, так потом другую купишь. Ты как раз хорошите, типа, что, возможно, сегодня не заправить или что? Почему? Там до 7, короче, просто врата те закрывают, где заезжаешь обычно. Надо будет там по другой дороге заезжать. Ну что, двигаюсь дальше. Время уже 3 часа. Сейчас настроил видеорегистратор. Просто покупался новую специально. Вот, настраивал. И сейчас буду проверять его, тестировать, в общем. По инструкции, как бы, здесь экрана нету. Непонятно, пишет он, не пишет. Индикаторы никакие не мигают. Но есть одна кнопка, которую при нажатии резко, типа, включается видеорегистратор. Также, допустим, выключается, ну и тому подобное. Ну и вот надо протестировать, посмотреть, как он будет записывать, писать. И будет ли все хорошо или нет. Очередной осмотр тачки. Здесь грязный. Только, блин, мыл недавно машину и все. Опять, блин, не люблю такую погоду. С солью, с грязью. Ну и вообще, значит, на севере это частое явление. Такой погоды. Даже жопу не люблю эту херню. Какие хибины красивые. Все с него. Экономия омываечки. Двигаемся дальше. Сейчас будет скоро апатиты. Время 20 минут пятого. Все, добрался домой. Сейчас, в данный момент, буду перегружать вещи в лесовоз. Садиться на него и выезжать. Ну, а это вы увидите в следующем видео. На этом видео походит к концу. Тому, кому понравился видос, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал обязательно. До новых встреч. Пока-пока.